ОМТВЮА про Головне. Потому что план был разрушить ее как государство. И Украина одержала победу уже. Что касается длительности процесса СВО, я имел в виду длительность процесса урегулирования. И своим чередом все стабильно у нас. Никаких вопросов и проблем сегодня нет. Вы видите, это достаточно прозрачно ведет себя Министерство обороны. Потерь в вооруженных силах России нет. Они пытаются бить сегодня по нашим базам, по скоплению войск в тылу. По скоплению запасов материальных средств. Мы видим только в последние сутки, когда они пытались нанести удары. И наносили удары в том числе и Хаммерсами. Причем наши посчитали, он уже не на 70 километров летает, а на 145. Ну там сейчас идет расчет. Там идет расчет уже. Исчет, что пока предыдущий. Там на грани поражения 92 километра. Да, поэтому я скажу, что уже надо понимать, что, видимо, что-то поставили другое. Но здесь тоже надо понимать и три. Им поставят все. Они будут все равно поставлять. Им поставят все. Все. Им поставят все. Это будет бач на 200, на 300 поставят. Самолеты и Абровсы в свое время придут. Все, им дадут все. Все туда придут. Либо до конца добить. Я полностью согласен. И к этому надо готовиться. Посмотрим, как, например, может выглядеть сценарий по собственному захвату Прибалтики. Наносится массированный российский радиоэлектронный удар. Радары натовские слепнут, ничего не видят. В это время на территории шведского острова Готланд садятся российские военно-транспортные самолеты. Калининградская группировка российской армии и белорусские вооруженные силы перекрывают Сувалковский коридор, соединяются и изолируют НАТО и Польшу от Прибалтийских стран. В Таллине, в Риге, в Вильнюсе вдруг появляются вежливые люди, которых радостно приветствует местное население. Которые не приветствуют, оно просто попряталось и закрылась квартира. А Польшу можно поставить на колени за один час. Конденциональным оружием, вернув ее в каменный век. 50-60 стратегических объектов могут быть уничтожены за 20 минут. И Польши нет. Больше ничего не будет. Там не будет водоснабжения, там не будет электричества, там не будет военных баз. Все. Она вернется в каменный век. И для этого не надо вводить войска. То есть, если будут военные действия, России не надо тратить жизни, чтобы танки шли на Варшаву. А что там искать? Ну, что искать, это уже узнаем. Не за счет уже. Почему все это происходит? Откуда эта наглая манера разговаривать с позицией собственной исключительности, непогрешимости и вседозволенности? Если сейчас американцы поставят системы ПВО, такие как Патрио, и сумеют закрыть небо при такой политике, военной политике, а это не армия, я подчеркиваю, это чисто 100% политическое решение, то, смею вас заверить, мы потеряем сильно и в системах возможностей ведения разведки, и в возможностях нанесения адекватных ответных ударов. И враг, враг, мы потеряем господство воздуха. А дальше вопрос уже техники. Шансов в этих условиях на успешное завершение операции у нас будет у нас. Я в серьезной тревоге, очень серьезной тревоге. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. В том, что прибалтийские страны, это такие наиболее кусачие натовские клопы. При хорошем темпе наступления, это трое-три дня наступления. Геополитически не повезло им быть такими злобными русофобами прямо на границе с Россией. А разговоры про конвой через территорию Литвы, это фактически начало операции по деблокаде по Сувалковскому коридору. Эта война продлится, Володя, ну максимум 3-4 дня. Полтора-три дня. Два дня. А потом падение города. Уничтожило за пару дней. Сутки еще будут продолжаться. Да, еще, я думаю, да, процесс идет. Два-три дня. Вот не более того. То есть проведение наступательной операции. При хорошем темпе наступления, это трое-три дня наступления. Военная составляющая такая. Если НАТО реально вступит в войну, то удержать Калининград мы не сможем от слова совсем. Ну просто совсем. Ну понятно. Атаковать его будут со всех сторон. Там с трех сторон Польши, с четвертой Литва. На море, на Балтийском НАТО обладает подавляющим преимуществом. И в воздухе тоже. То есть там наши части и соединения смогут только героически погибнуть в боях с превосходящими силами противника. И осталась уже какая-то самая малость для того, чтобы перейти эту красную черту. Поэтому все понимают, что следующий виток эскалации это будет только уже ядерный этап. Дальше за этой красной чертой уже просто разговор должен быть совсем другой. У нас нет возможности. Мы страна, которая сейчас воюет против всего западного мира. И мы не имеем таких ресурсов, чтобы общевойсковыми средствами победить там блок НАТО. Но у нас для этого есть ядерное вооружение. Мы его создавали специально для таких ситуаций. Ничего, ни черта не боятся. В этом-то и проблема вся. От этого все и идет, что они, сволочи, перестают бояться. Они повышают ставки. Поэтому они говорят, это там, да, мы против. Но вообще, на самом деле, если они по Москве долбанут, то мы вообще и не против. Понимаешь, не боятся они ни черта. В этом-то и проблема вся, что они не боятся. А надо сделать так, чтобы эти сволочи боялись. В ходе проведения специальной военной операции вскрыты факты экстренной зачистки киевским режимом следов, реализуемой на Украине военно-биологической программой, финансируемой Минобороны США. Полученные документы подтверждают, что в украинских биолабораториях, в непосредственной близости от территории России, осуществлялась разработка компонентов биологического оружия. Вон, Игорь Коношенков транслирует уверенность каждый день по несколько раз. Заряжает таким эмоциональным, так сказать, драйвом всех остальных. А представляете, что это такое? Продолжаем фиксировать передвижение российской техники на оккупированных территориях. Теперь Луганская область, автостанция Лутугина. Местные жители зафиксировали на видео шесть ракетных комплексов «Точка-У», которых вроде как нет, и россияне говорят, что их не используют. Тактические ракеты «Точка-У», обломки которой обнаружены в районе железнодорожного вокзала Краматорска, применяются только украинскими вооруженными силами. А представляете, что это такое? Делать каждый день? А я представляю. И дальше идем там от Пескова и так далее, и так далее. Сначала специальной операции в боевом составе украинских вооруженных сил насчитывалось до 250 исправных боевых самолетов и вертолетов. Все, с начала проведения специальной операции уничтожено. 572 самолета, 267 вертолетов. Мы не можем врать, мы Россия, мы русский народ, а для них это ключевое. Вот он как раз сказал, надо врать. Поэтому как бы ответ на вопрос, вопрос даже не в том, готовы-не готовы. Мы не готовы врать, а они готовы. Вот поэтому так и получается. Потерь в вооруженных силах России нет. Россию нельзя победить. Ее можно... Они уже сняли табу. Индивидуальный террор, удары по инфраструктуре, так называемое дальнобойное оружие, ракеты, которые будут запускаться, как планируется, напрямую с участием натовских экипажей. Это массовый террор. Начинается реальная война всех против всех. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова